Растяжка это хорошо, поняли? Поняли. Привет, друзья! С вами Антон, команда Patriots. И сразу хочу извиниться за то, что на прошлой неделе не было нашего видео из рубрики «Уличная тренировка». Дело в том, что мне надо было уехать в Лондон, соответственно, на тренировку я не попал, видео не записали. И я очень извиняюсь перед теми, кто ждал нового выпуска. Чтобы исправиться, сегодня в свой выходной день я пришел на площадку в Парк Победы, чтобы снять очередной выпуск. И сегодня мы будем учиться делать стойку на руках. Посмотрим, можно ли ее научиться делать за одну тренировку. По моей системе 5 шагов. Будем пробовать. И когда дело касается вот таких уже продвинутых вещей, как стойка на руках, как там флаг и многие другие, очень важно хорошо размяться. Поэтому слева вверху я размечу ссылочку на видео с разминкой Макса Трухановца. Никогда не пренебрегайте разминкой, если планируете делать что-то серьезное, типа стойки на руках. Потому что никто не знает, что может произойти в процессе. Что может с вами случиться, как вы можете упасть, как вы можете вывернуться. И, соответственно, хорошая разминка – это залог того, что у вас не будет травмы. Так что делаем разминку и переходим к первому разогревочному упражнению. И это всеми любимые отжимания от пола. Почему? Потому что они простые, они хорошо прогревают. Можно быстренько сделать 150, как я и делаю, собственно, разминки. И это также подготавливает отлично ваше тело к стойке на руках, потому что вы делаете отжимания, то есть разогревается все, что работает. Круто. И мышцы плеса, еще мышцы кора тоже разогреваются. Это здорово. Поэтому начнем с отжимания. Как всегда, 10, 20, 30, 40, 50. Отдых по минутке. После каждого подхода минутку прибавляем. Потому что я не тренил. Я не тренил уже 2 недели. У меня позади 2 перелета, очень много ходьбы, очень мало еды, очень мало тренировок. Их вообще не было только вчера. Мы иногда там делали несколько десятков отжиманий, да, и это все, что у меня было. Поэтому вхожу в режим очень по лайту, но ради ват специально выбрался, чтобы записать стойку на руках. Так что делаем отжимания и двигаемся вперед. Так, после того, как мы размялись отжимашками, что мы делаем? Что мы делаем, Олег? Мы делаем выходы, правильно. Мы делаем выходы силы, чтобы понять, умеем ли мы все еще делать выходы силы. Мы в прошлый раз научились их, и надо понять, можем ли мы все еще и делать. Не забыли ли они все. Не забыли ли все. Они за эти 2 недели, когда я не тренил. Так что пару подходов выходом силы, и пойдем проверим дальше передний виз, на каком он сейчас уровне. Передний виз очень быстро падает, если вы не умели его делать, и еще его не тренили. Но в любом случае посмотрим. А пока пара подходов на выходы. Продолжение следует... Так, вроде бы виз не утратился, по крайней мере все еще на третьем, на третьем. На третьем уровне я все еще нахожусь. Вроде стабильно держу, поэтому буду тренинг третий-четвертый, переход на четвертый. Четвертый сейчас не попробовал. Но я думаю, что я его уронил. Не знаю. А теперь мы переходим к изучению стойки на руках. Стойки на руках за 5 простых шагов. И первый шаг, с которого должно начаться любое ваше изучение стойки, это помидорка. Нужно научиться держать 60 секунд помидорки и не ронять ее. Во-первых, это подготовит ваше запястье. Потому что когда вы делаете стойку на руках, у вас огромная нагрузка идет именно на запястье. Если они не готовы, это прямой путь к травме. Поэтому помидорка 60 секунд подготовит. Во-вторых, вы научитесь базовому балансу в самой изгруппированной его форме, которая позволит вам включить контроль мышц. То есть это стабилизаторы мышцы в предплечье, в руках, в корпусе. Просто поймете, как балансировать свое тело, когда оно максимально-максимально сжато. И это наше первое упражнение. Сегодня первый шаг помидорка. Погнали! Продолжение следует... Продолжение следует... Поскольку Леха там врубил крутой музон, хип-хоп, под которым можно тренить, и есть шанс, что нам заблокируют монетизацию и воспроизведение этого видео, то приходится уходить далеко, к деревцам, чтобы рассказывать между подходами вам о том, о чем. В общем, сделали помидорку. Если вы не можете сделать ее 60 секунд, я бы даже не совался бы вообще. Я бы вообще не совался в стойку на руках. Не надо. Рано, рано еще. Проблема многих, и проблема, которая ведет к большому количеству травм, что люди хотят очень быстро научиться всяким вещам, и они не понимают, насколько на самом деле это сложно. Потому что вы посмотрели видео в интернете, где тот рассказывает, типа, как научиться стойке на руках за месяц, даже если это на нашем канале. Не значит, что вы можете просто пойти после 15 лет ничего не делания и начать делать стойку, научиться сразу. Конечно, нет. У вас должна быть определенная база, чтобы взять и научиться стойку за месяц. Если у вас есть хорошая силовая база, прогресс идет быстро. Если у вас базы нет, прогресса не будет, и травмы могут быть. И вот помидорка – это индикатор. Если вы легко делаете минуту, делаете, держите, делаете и держите. Минуту-помидорку – без проблем. Значит, все хорошо. Если не можете, значит, рано учить стойку, укрепляйтесь. Делайте больше отжиманий от пола, больше отжиманий на брусьях. Учите помидорку. Помидорка – минута, первый шаг. Первый шаг. Самый простой баланс. Дальше двигаемся. Второй шаг. Почти как помидорка. Почти, но не помидорка. Потому что в этот раз, если в помидорке вы опираетесь на колени, держать вам очень легко, здесь опоры на колени нет. То есть вы держите силы своих рук, силы плечей. Это отлично подводящее для стойки на руках, но оно требует гораздо больше сил. И здесь уже можно не минуту, допустим, 10-30 секунд. Я знаю, что вы не будете тренироваться, чтобы держать 30-60 секунд, потому что вы захотите двигаться вперед. Это нормально. И уже 10-30 секунд будет достаточно для того, чтобы переходить на следующий шаг, на третий шаг. Сейчас покажу, как эта тема выглядит, чтобы вы поняли, что нужно делать. Второй шаг вы можете удержать так же, как и я, можете держать ближе к помидорке, да, когда ноги, руки, ноги, ноги между рук, ноги между рук, ближе к груди, неважно. Задача продержать 10-30 секунд. Не можете, не двигайтесь дальше. Ваши же плечи, локти, все будет ценнее, живее, здоровее. И, соответственно, скажете мне спасибо. Если можете, а я вроде бы продержал 10 секунд, не знаю, по секундам вроде бы продержал, двигайтесь к третьему шагу. Третий шаг вы еще чуть-чуть... Вы заметили, да, мы как бы сделали закрытую помидорку, это самая-самая закрытая форма. Мы сделали чуть более открытую форму. И сейчас мы будем делать третью форму, да, третий, третий шаг. Еще больше, еще сильнее откроемся. В чем смысл? В чем смысл всей этой темы? С каждым шагом мы открываемся чуть больше, чуть больше, чуть больше. Соответственно, увеличиваем длину рычага, увеличиваем количество точек контроля. Но начинаем с самого простого, потому что чем меньше точек контроля, тем легче контролировать нагрузку. Чем легче контролировать... Если вы сразу, сразу вы стреливаете ногами прямыми и пытаетесь удержать слишком много точек контроля, слишком мало опыта, слишком мало сил, вы падаете. Если же вы постепенно раскрываетесь по шагам, моя пятишаговая система именно на этом и построена, то вы все время контролируете, Все время можете контролировать все, что происходит Соответственно, получается качественно И мы идем на третий шаг Посмотрим, получится ли его сделать у меня Итак, когда вы делаете вот этот третий шаг Вы прямо начинаете чувствовать, как работают поясничные столбы Это именно то, что вам нужно для стойки на руках Вам нужны мощные поясничные столбы Вам нужно понимать, как они работают И третий шаг, видите Мы еще чуть больше раскрылись по сравнению с продвинутой помидоркой Где уже нет опора на колени И мы ее держим Возможно, у меня немножко все хреново в плечах Потому что не хватает растяжки Над растяжкой тоже надо тренироваться Постоянно Сделали вот эту стойку Сделали третий шаг, все получилось Десять секунд продержали, красавцы Просто молодцы, я горжусь вами Если у кого-то получилось, я горжусь тобой Если ты смотришь это видео, решаешь повторить И у тебя все получается Орущие дети на заднем плане Это просто какой-то ад, я не знаю Двигаемся на четвертый шаг Теперь двигаемся на четвертый шаг Еще сильнее раскрываемся Еще больше нагрузка на плечи Еще больше нагрузка на поясничные столбы Еще ближе к стойке на руках Четвертый шаг Программа 5 шагов Стойка на руках за 5 шагов Она действительно работает, ребята Погнали Итак, нет, слишком низко Слишком низко Вот так Самый тот уровень Четвертый шаг Вы сами видели Четвертый шаг Стабильный движок Мог бы подержать дольше Но Уже заходит солнышко Заходит солнышко А мне еще много чего надо вам сказать Много чего надо показать Соответственно, нет времени Нельзя время терять на подходы Четвертый шаг преодолен И сейчас я немножко отдохну Немножко сделаю передний вис Еще попробую И приступлю к пятому шагу Пятый шаг Это уже стойка на руках Я чувствую, что Во мне есть сила ее сделать Я знаю, что во мне есть сила Осталось совсем чуть-чуть Осталось просто разогнуть ноги Просто вот мы делали согнутые Выпрямили ноги Но я уже ее держу Осталось, может быть, выровнять в плечах Никто мне, блин Ну столько людей С ними тренишь Они тебе даже не скажут Если у тебя кривая стойка Если надо ровнять в плечах На них нельзя полагаться Но Посмотрю потом на видео Может быть надо ровнять в плечах Но я уже держу стойку Все, что осталось Чуть-чуть выпрямить ноги Опять же На чем строится вся эта система Вся эта система строится на том Что с каждым разом Мы чуть-чуть увеличиваем рычаг Увеличиваем количество точек контроля Но мы все время это контролируем Не так, что мы сразу пытаемся закинуть ноги И потом что-то роняемся Пытаемся поймать баланс Нет, здесь все четко, все на силе Переносишь вес, выпрямляешься Держишь, все, можешь чуть-чуть дать себе толчок Стартовый, если недостаточно сил в плечах В руках, чтобы вытащить себя, вытолкнуть Если будет на камере еще заряд Покажу несколько упражнений Именно для того, чтобы прокачать Вот это вот толчковое движение Если нет, можешь чуть-чуть, но в любом случае Это все насилие, это не так, что баланс Что-то там ходить начинают некоторые Это ерунда, так же, как с передним весом Я объяснял в первом видео Если у тебя нет сил, не надо пытаться сделать его С прямыми ногами сразу, это ерунда На этом видео сегодня придется в парке закончить Потому что у меня не остается свободного места на карте Чтобы показать вам дополнительные упражнения Как научиться стойку на руках В кратчайшие сроки То, что вся карта забита просто видосами с Лондона Я вернусь в это видео в продолжение Завтра в другом парке И тогда уже отвечу на все вопросы, которые вы писали В комментариях к предыдущему видео Так что не переживайте Подождите буквально 5 секунд И увидимся в Северном Тушно С ответом на вопросах Куда же без ответов на ваши вопросы Итак, погнали Ваши вопросы, которые вы писали На которые попросили ответить видео По каким городам вы будете совершать тур этим летом? Очень сложный вопрос С тех пор, как мы все стали взрослыми Получилось Началась Началась взрослая жизнь Куча разных забот И как-то немного уже не до туров Раньше же не до туров Раньше мы ездили по 20, 25, 30 городов за лето Сейчас уже такое себе позволить нельзя Могу сказать, куда мы очень хотим съездить И я надеюсь, что у нас получится съездить в этом году Во-первых, это Воронеж И если все получится, то 3 июня мы будем в Воронеже Кто будет рядом, приходите Будет инфа на сайте Workout.su А встречи будет сбор, будет круто Второй момент Очень хочется съездить в Питер Потренить с ребятами из Питера С XTRA, с Андрюхой Богдановым С кучей разных интересных людей И очень надеюсь, что в этом году получится съездить в Питер Самара Возможно, возможно Один зритель этого канала обещал Купить себе крутую камеру И снять крутой промо-ролик Если мы приедем в Самару Если он это сделает То мы, естественно, пойдем в Самару Чтобы поснимать классные видео Тем более, когда-то я уже был там на открытии площадки В далеком-далеком 2012 году И буду рад вернуться Мне город понравился Что еще? Петрозаводск Я хочу съездить в Петрозаводск в этом году На свою площадку На набережной Одна из лучших площадок Так вот Одна из лучших площадок в России На набережной Петрозаводске Какой сейчас можете Обязательно туда съездить И посмотрите Было бы интересно, наверное, заглянуть в Мурманск Почему нет? В Мурманск надо добраться Там атомный флот все-таки Как-никак И ребятам тоже тренеты площадки И так далее Что я еще пытаюсь помнить Казань может быть летом В Казань, ребят, время Мы наглядываем Наведываемся Заглядываем И нам там тоже, знаешь, там клево Дальше Вот все, что Вот до Урала Может быть еще есть какие-то шансы Все во что упирается На самом деле Во что все упирается Нет движух Нам абсолютно неинтересно ездить Ни на какие-то соревнования Баттлы Зарубы Замесы Всю эту ерунду Ну хочется просто приехать куда-нибудь Потренить с народом Получить удовольствие От тренировки От общения Чтобы это было все в кайф А не так, что все там Что-то зарубаются На протеинчиках На разной химии Некоторые Ну вы поняли о чем я В общем Вот вся эта соревновательная билиберда Нам совсем не нравится И А очень мало остальных движух Очень мало фестов Очень мало открытия площадок Каких-то больших Масштабных Интересных В прошлом году Даже не было ежегодного Сбора дворовых спортсменов Ни в Москве Нигде Поэтому даже не знаю Если будет что-то Интересно в вашем городе Пишите в комментариях Здесь Пишите на воркаутсу Если у нас будет получаться Мы обязательно приедем Потому что Нравится нам Путешествовать по новым городам Очень-очень-очень Долгий ответ Простите Но вот Объяснить ситуацию Вот почему собственно И стал гораздо меньше Городов в туре Потому что Это все нам наскучно Однообразие Вот хочется Новые города Новые места Я знаю Итак вопрос Следующий Какую систему тренировок Вы считаете более продуктивной День отжиманий День на подтягивания День ног Или смешанная Когда в один день Задействуется максимум Мышечный групп И соответственно Если второй вариант То как тренить Чтобы не было застоя И перетренированности Есть у меня Отличное видео На канале На нашем канале Есть видео Называется Матрица Кучумова И вот с помощью нее Ты определяешь Какой способ тренировок Для тебя эффективный Потому что Все мы разные Все мы можем Тренироваться по-разному Зависит это от множества Разных условий Иногда мы тренируемся По первой схеме То есть Когда мы делаем На тренинге Только отжимания Или только подтягивания Иногда мы накидываем Все вместе Какой-то четкой структуры У нас более-менее нет То есть Даже когда я там Тренирую вис И в основном Делаю упражнения На тяге Все равно делаю На разминке Пару сотен отжиманий И все равно После виса Делаю отжимания И делаю приседания Обязательно на разминке Или выпады То есть Чтобы весь организм Работал И здесь Система оценивается По-другому Не так, что Как лучше делать упражнения Так или по-другому Смотри на результат Всегда смотри на результат Вот ты позанимался Месяц Позанимался Два месяца Смотришь Есть прогресс Ну, короче Я в видео Вот про матрицу Кучумов Все тебе объяснил Конкретно Как оценивать Свою программу тренировок Поэтому даже Ничего здесь добавить нельзя Я не вижу Чтобы одна из Предложенных систем Вот из этих двух Была более приоритетна Чем другая Или более эффективна Дело не в этом То есть На обеих Можно отлично Прогрессировать Так Что еще О, еще один вопрос Для видоса Я просто не знаю Сколько их Я забыл Посмотри Извините Так Какая тренировка Более эффективна Круговая Или по подходам Прохожу сотневку И хочу понять Что эффективнее Такой же точно Ответ Как для предыдущего Вопроса Эффективность тренировки Оценивается По ее результатам Смотришь на свои результаты И понимаешь Надо тебе менять Твою тренировку Твой тренировочный подход Твой тренировочный режим Или все нормально Если у тебя идут результаты Можешь ничего не менять Они идут Ты не профессиональный спортсмен У тебя нет цели Там В какой-то точке Подвестись И выдать максимум Своего уровня У олимпийцев У них есть 4 года За 4 года На самом деле Больше гораздо У них Передом планирования Они раньше Начинают тренировать Но у них есть дата Олимпиады И на ней Они должны Показать свой максимум То есть Они должны Выйти на пик Если ты занимаешься Для себя У тебя нет такого Ты просто занимаешься Удовольствием Тренировки на турничках И поэтому Что значит эффективнее Есть результат Все хорошо Нет травм Все хорошо Матрица Кучумова Посмотри Этот видос Там Там есть все ответы Я вот подробно Там все рассказал Даже картинки Вопрос для видео Как вы относитесь Ко всем спортивным Добавкам И биодобавкам Нужны ли они Атлетам в воркауте Когда еще занимаешься С доп. весами Результат С постоянной прогрессией Не только со своим весом Что вообще думаешь о них Есть такой пацан Максим Трохановец Я фотку рядом размещу Чтобы было понятно О чем я говорю Хотя все и так Должны знать его Он не использует Добавки И тренируется С доп. весом И регулярно И прогрессирует И вот Смотришь на него И поймешь Что добавки Это в принципе Вся эта вот Идея Добавок Она очень сильно раздута Чисто на маркетинг Потому что Обычным людям Ни профессиональный спортсмен Ни тем Кто зарабатывает Этим себе на жизнь Это вообще не нужно Я иногда слышу Что люди Начинают принимать Что-то Чтобы быстрее восстанавливаться У нас у них там Тренировка в среду Тренировка в пятницу И вот Они не успевают восстановиться И поэтому Они должны принимать добавки Что за чушь Если ты не успел восстановиться После тренировки в среду А у тебя тренировка в пятницу Перенеси ее Просто перенеси Или сделай лайтовую тренировку Что тебе мешает Это сделать Почему ты должен Выкладываться на максимум Почему ты должен Разрушать себя Я не понимаю Наоборот Может быть это Воркаут Философия Будь свободным То есть Если я потренил Я убился в хламину В воскресенье Вот как у нас идут Вот эти тренировки Которые вы на видео Видите Которые мощные Потом мне надо восстановиться Четыре дня Да Я планировал потренить во вторник Но я понимаю Во вторник что я дико убитый Я не готов тренить Я не буду тренить Зачем? В конечном итоге Все сводится не к тому Сколько ты раз потренишь Сколько ты времени проведешь В зале или на площадке В конечном итоге Все сводится к твоим результатам И я потягиваюсь Там тридцатку Сейчас вот передний виз Когда-нибудь уже научусь И сейчас у меня пошел прогресс Что не может меня не радовать Поэтому Мне все равно Ну надо отдохнуть На денек побольше Отдохнуть на денек побольше Я не понимаю Зачем ушатываться Наоборот Смысл в том Что тренироваться Как можно меньше по времени И получать как можно Лучшие результаты Тогда у тебя больше Свободного времени Которое может Не тратить на тренировки в зале А специально что-то покупать Чтобы тренироваться Еще больше Потому что на результатах Это особо не сказывается Хотел тоже отметить Что люди Которые Обычно юзают спортпит Не то чтобы у них Супер-мега результаты По крайней мере Я знаю кучу людей Которые не используют Спортпит Спортивное питание И показывают Рецидаты гораздо лучше Без всяких там Протеинов, креатинов Вы еще должны понимать Что многим Просто платят Многим спонсируют Платят за то Чтобы они вам рассказывали Что это нужно А на самом деле Они даже сами часто Ничего этого Не используют Потому что это не нужно Так Все Это все были вопросы Которые вы пометили Как вопросы для видео Если возникли вопросы По этому запуску Или какие-то вопросы Пишите в комментариях Вопрос для видео Перед своим вопросом Если вы просто хотите Получить ответ на вопрос В самом коменте на ютубе То вы можете просто Написать вопрос Я постараюсь ответить Или Саня там ответить Или кто угодно Вам ответит Вот такие вот дела На сегодня Если вам понравилось видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь видео с друзьями Приходите в Парк Побед Либо В Северное Тушино Но реже И потренем вместе С вами был Антон Кучумов Пока Делает качки по Билану Делает качки по Билану Делает качки по Билану